приветствую всех на канале сад огород своими руками в этом видео хочу показать как подействовала на налив плодов томатов предыдущая калийная подкормка и проведем еще раз дублирующую такую же подкормку для продолжения налива но сначала короткий фрагмент как выглядели томаты плоды на них 10 дней назад и давайте посмотрим как они выглядят сегодня спустя этот период времени вот те же самые кусты которые я показывал но заметно невооруженным глазом что плоды естественно укрупнились то есть подкормка которую мы проводили она достигла своей цели но это сорт бадырин и плоды на нем должны быть крупнее то есть сортовой размер но раза в полтора чем вот этот плодик а кисти у нас большие кисти ну очень хорошо навязалась видите по 6 по 8 плодов на каждой кисти поэтому без дублирующей подкормки калийной призванной продолжить и даже интенсифицировать налив вот этих плодов к сожалению не обойтись вот так в среднем выглядит на сегодняшний день плодоношение идет интенсивный налив я смотрю по листу лист достаточно мощный то есть мы перед тем как начался налив проводили вегетативное развитие растений мы наращивали вот эти листья мы наращивали вот эти стволы смотрите они такие достаточно мощные стебли и вот когда пришел срок начали наливаться плоды вот так все идет по природе как задумано сначала листья стебли корни а потом плоды будет хорошо развит листовой листа стеблевой аппарат будет хорошо укрупняться плоды и давайте вот еще рядом посмотрим тоже это бадырин ну вот сами посмотрите вот такая одна кисть да вот она чтобы она налилась чтобы все томаты взяли свой размер сортовой понятное дело нужно их подкармливать без этого к сожалению никак или вот кисть тоже на 10 плодов которая вот она тоже самое подкормку будем делать такую же как делали в прошлый раз а проводили мы прошлый раз подкормку органом минеральным удобрением рост концентрат красным это калийная формула с увеличенным калием 5 10 15 вот она минеральная составляющая но кроме минеральной составляющей здесь еще есть также гумат калия который тоже помогает укропнению про плодов раньше мы проводили подкормки рост концентратом 15 азота 7 фосфора 7 калия это для начального развития было потом подкармливали 555 универсальным где азот фосфор калий в равных частях и вот сейчас пришел черед калийного рост концентрата но друзья вот у меня рост концентрат это органа минеральная если у вас вдруг нет такого можно в принципе использовать мира минеральное удобрение приблизительно с формулой нот если на примере мастера сказать 3 11 38 там тоже немножечко азота будет фосфор будет и основное количество это калий плюс по моему там есть магний еще что тоже неплохо в принципе но если есть возможность проведите все-таки подкормку рост концентратом потому что природный хилатор в виде гумата калия он помогает дополнительно еще корневой системе активе активно работать и усваивать элементы питания из почвы в подкормке ничего сложного нет я в принципе хотел просто показать как подействовала предыдущая подкормка и чем провести подкормку вот это главные вопросы подкармливаем если рост концентратом будете проводить подкормку 25 миллилитров на 10 литров воды и приблизительно по литру на вот такое взрослое растение по одному литру перед этим очень желательно чтобы почва в районе корневой системы была влажной одними подкормками к сожалению не обойдется но не вырастут такие кусты мощные не будет такого мощного плодоношения если не осуществлять общий уход за растениями это своевременные поливы это хорошая почва в районе корня обитания ну и конечно же очень желательно притянить теплицу в летнее время чрезмерная перегрев температура повышенная чересчур повышенная вот чтобы так просто для общего сведения выше 38 градусов и выше температура если будет пыльца становится стерильной зависть не происходит если здесь будет перегреваться не будет завязи естественно таких кистей наполненных мы можем не увидеть поэтому все работает только в комплексе подкормки это как важная но всего-навсего составляющая одна из составляющих которая позволяет получать в общем такой хороший урожай и так 25 миллилитров на 10 литров воды смотрите какой цвет у росконцентрата это за счет наличия в нем гумато калия органики перемешиваем и по одному по полтора литра под куст кусты мощные уже воды нужно много и в том числе элементов питания тоже им нужно достаточно много вот проведение вот этой подкормки дублирующий как я уже сказал она позволит не прерываться процессу налива плодов что очень благотворно повлиять я думаю мы к этим растением вернемся с вами еще ну как может быть когда будем собирать первый урожай посмотрим как она все работает я показываю все в подробностях для того чтобы получалось у тех зрителей кто выращивает вместе с нами кто начинал еще с посева потом выращивали вместе рассаду но и сейчас проводим естественно подкормки кстати могу в одном из своих следующих видео показать вам эти же растения но не эти же точнее а растения выращенные с такой же рассады которую мы выращивали но только не у нас как они чувствуют себя в открытом грунте как они выглядят совершенно другой уход был и выглядят растения совершенно по-другому поэтому если интересно то в следующем видео мы тоже на них посмотрим и конечно же поговорим о том чтобы я сделал по-другому чтобы они выглядели по-другому это видео закончу спасибо за внимание всем хороших урожаев мирного неба над головой до свидания до новых встреч